представьте у нас есть свежая бляшка то есть раннее повреждение сосуда туда пришли макрофаги там образовали они вот эти пенные клетки по-моему фоу селс на английском это называется и раннее повреждение пришли эти клетки воспаление идет бляшка покрываются этим фибрином фиброзность прорастает пытается это все все-таки система иммунитета это залечить как-то хоть закрыть но а если есть системное воспаление то это может долго длиться и пока бляшка вот такая мягкая активная еще прорастает она опасна не может прикрепляться тромб она может оторваться там что угодно она закрывается с утра стет активно вот это самая опасная бляшка бляшка которую уже закальцинировалась в ней процессы активные метаболические затухли считайте это так твердая заплатка гвоздь забили все никуда пока не денется пока гости рассосется не развалится вот тип того поэтому статины в данном случае роль какую имеют у нас есть пожар и данном случае это как мы пожар а у нас есть чернобыль помните на чернобыль когда бабах этот реактор номер четыре даже номер реактора в 1986 году по моему все это произошло что тогда чертова радиация происходит мы от нее никуда бежать не можем там просто невозможно находиться накрыли просто саркофагом из металла там и свинца из-за цемента и чего хотите накрыли и все воспаление это ого идет радиация воспаление идет а мы не можем ничего сделать мы накрыли саркофагом чтобы она не потекло дальше не заразило остальные земли и края радиации также также ситуацию я вижу например из ситуации сосудах у нас происходит какой-то непонятный пожар непонятный источник воспаления радиации и мы не знаю как его вообще убрать даем эти статины статины накрывают панцирем всю эту историю то есть это тоже как бляшка поэтому она бляшка заплатка вот что такое то есть по сути сначала организм заплатки делает какие может холестерином пытается лечить прикрывает все это да потом наши handmade human made заплатки в виде кальция ложатся на сосуде ну и согласитесь есть какая-то польза когда у человека прям активный пожар и мы не знаем источник и сам человек не хочет ничего с этим поделать и он просто по барабану да да тогда статины вперед люди есть очень так скажем конкретные иногда консультация занимает там 15 минут и человеку нужен просто ответ не принимать статьи или нет не принимать статьи или нет то вот буквально людей из других стран прилетают ко мне за этим ответом но я не кардиолог я я это сам как называется сую свой нос туда где мне не положено любопытно как бы мне нос не оторвали да и я человек спрашиваю а там остальные заболевания как жизнь что-то будет делать сюда я горит диабетик там 330 нет не диабетик у меня гипертоническая болезнь 30 лет так а сахар крови гликированный гемоглобин вот смотрите ближе к 6 то есть еще ну как бы по меркам то на нашей формальной медицины еще не диабет а для меня это уже диабет потому что гипертоническая болезнь а гипертоническая болезнь при диабет вот этот повышенный сахар да гликированные гемоглобин то да а и холестерол начал подниматься метаболический синдром уже вот 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 я говорю товарищ у вас диабет все таки уже я мягко так сказал хотя надо не надо щадить их людей надо им греть как есть вот не буду больше щадить вас у вас уже где 20 диабета идет да и гипертоническая болезнь это не отдельно это вместе а там уже два-три препарата по поводу диабета конечно же диуретик блокатор apf по-моему не буду сейчас не моя вспоминать их еще что-то и вот ему статьи мы прописали самый один из безопасных статинов это розовый статин он не хочу ничего не собираюсь ничего менять там питание то все то есть человеком реально пожар внутри идет уже десятилетия и ничего ты ему него не сделаешь и тогда оправдана я говорю да можете оставить тем более что это не я назначил не мне расхлебывать потом до последствия если они будут а я не грушу статина там за этого последствия но человек такой будешь его пытаться переубедить только получишь дискомфорт гнев какой-то зачем мне это если у меня есть люди на которых я могу время которое он не занял потратить не потратить а удалить уделить на них что они готовы воспринимать и так далее готовы образовываться а здесь буквально я тороплюсь все туда-сюда я очень знаю да можно розового статин скажу опять его эффект не связан с тем что он снижает колестирол него тоже этот витамин k2 кальций эффект и пара щитовидный гормон и щелочной фосфатазы эффект и есть еще механизм по которого некоторые статины типа разува статины снижают действительно воспаление и в сердце и в сосудах но не связано с снижением холестерола поняли да вот разницу вот есть человек который будет собой заниматься а есть который вот не дошел еще так скажем до этого еще не так сильно болит и он находится во сне он еще не в реальности ну ему вот такая заплатка на саркофаг радиации а тому кто готов воспринимать и настрадался уже да в основном это боль я хочу сказать что чем вот больнее человеку тему предрасположение к тому чтобы воспринимать и что-то делать с собой и это нормально и сам такой спасибо за ваше внимание смотрите расширенную версию этой лекции на моем канале ссылка доступна в описании к этому видео а также прямо сейчас у вас перед глазами в финальной заставке к этому ролику приятного и полезного вам изучения моего творчества